Вы смотрите новости Украины в прямом эфире. В студии работает Дарья Вершеленко. Здравствуйте. Украина вышла из третьей волны пандемии коронавируса. Об этом сообщил министр здравоохранения Максим Степанов. С завтрашнего дня ни одной области не останется в красной зоне карантина. Сумска единственная, которая до сих пор там. Решение о ее переводе в желтую зону сегодня приняли на заседании комиссии по техногенной экологической безопасности. Министр отметил, это были сложные два месяца и поблагодарил медиков за работу. К большому сожалению, на этой ковидной войне не обошлось без потерь. Третья волна унесла больше жизней в сравнении с первыми двумя. Ведь огромное количество больных спровоцировало большое количество смертей. Вирусу было все равно, кого забирать. Молодого человека 37 лет, который вел правильный образ жизни, или пожилых людей. Первые недели вирус развивался бешеными темпами. Голопом подкашивал целые города. Конец марта и начало апреля были самыми пиковыми. Вакцинация и карантинные ограничения – это самые действенные методы защиты от распространения коронавируса, считает главный санитарный врач Украины Виктор Лешко. Так, Киев за минувшие пару дней достиг рекомендованного ВОЗ-показателя, а это говорит о том, что распространение инфекции удалось взять под контроль. Также в Министерстве здравоохранения утвердили график вакцинации второй дозой. В частности, Ковишилд, которым начали прививать 24 февраля. Интервал между первой и второй прививкой – 12 недель, поэтому вторая прививка должна начаться 19 мая. Вакцина и коронавак начали прививать 13 апреля – интервал 28 дней между первой и второй прививкой, поэтому вторая прививка должна начаться 11 мая. И вакцина и пфайзер начали 18 апреля – интервал 3 недели – 21 день, поэтому вторая прививка должна начаться 9 мая. Европейский Союз сможет отменить право интеллектуальной собственности на вакцины от COVID-19. Это, в свою очередь, позволит фармацевтическим компаниям делиться технологиями с местными производителями, которые обеспечат препаратами большее число людей. Отказ от патентов также увеличит доступ к вакцинам в бедных странах, ослабят право только после согласия всех членов Всемирной торговой организации. Уже через неделю Австралия разрешит своим гражданам возвращаться из Индии домой. Месяцем ранее поездки туда и обратно запретил австралийский премьер-министр из-за быстрого распространения индийского штамма. Австралийцам, которые решат вернуться через третьи страны, пригрозили тюремным заключением и крупным штрафом. Всего в Австралии выявили менее 30 тысяч случаев COVID-19. С начала пандемии умерли 910 человек. Медицинские показатели говорят, что запрет положительно влияет на эпид-ситуацию в стране. Приказ о запрете въезда будет действовать до 15 мая. После этого возобновим авиарейсы, чтобы вернуть наших граждан. Такие рейсы были и раньше и помогли вернуться домой примерно 20 тысячам человек. Досудебное расследование по делу о взрывах на военных складах в Сватове Луганской области завершили. Следователи выяснили, двое командиров халатно отнеслись к службе и разместили военную технику слишком близко к складам с вооружением. Это нарушение привело к пожару и детонации снарядов. Сейчас адвокаты знакомятся с материалами, после чего обвинительные акты направят в суд. Напомню, в октябре 2015 года на складах в Сватове возник пожар. Там хранили около трех тысяч тонн боеприпасов. В результате взрывов погибли трое военных и один гражданский. Установлено, что из-за халатного отношения к военной службе двух командиров реактивных артиллерийских батарей погибло двое человек и нанесен ущерб на сумму 15 миллионов гривен. Так, из-за попаданий с детонировавших боеприпасов, часть ненадлежащей размещенной военной техники была уничтожена, чем сорваны мероприятия по обеспечению постоянной боевой готовности подчиненных подразделений. В случае доказательства вины им грозит лишение свободы на срок до семи лет. В Италии задержали наемника, который воевал на Донбассе на стороне незаконных вооруженных формирований. Как сообщает Министерство внутренних дел Украины, 28-летний мужчина из города Мессина принимал участие в боевых действиях с 2016 года. В это время через социальные сети он делился информацией о своей деятельности с родственниками и друзьями. Напомню, на прошлой неделе итальянская полиция разыскала 50-летнего мужчину, бывшего полицейского из Кальери, который также воевал в Украине на стороне незаконных вооруженных формирований. Увидели своими глазами правду об агрессии России против Украины и обещают доносить ее европейскому сообществу. Так прокомментировали свою поездку в Луганскую область министры иностранных дел стран Бенилюкса во время совместной пресс-конференции. Главы МИД Бельгии, Нидерландов и Люксембурга побывали на линии соприкосновения и пообщались с украинскими военными. По словам министра иностранных дел Дмитрия Кулебы, этот визит демонстрирует солидарность стран Бенилюкса, которая важна на фоне эскалации боевых действий со стороны России. За прошедший месяц мы развернули действительно большую дипломатическую работу, чтобы сплотить мир вокруг Украины. Мы говорили о том, что Европейский Союз и его отдельные страны-члены могут сделать дополнительно, чтобы сдержать Россию. Мы говорили о Крымской платформе, и мы будем ждать гостей из Бельгии, Нидерландов и Люксембурга, и их участие в этой платформе. Как Бенилюкс мы всегда имели последовательную позицию относительно Украины. Наши страны продолжают поддерживать вашу независимость, суверенитет и территориальную целостность. Я считаю, что важно это повторять. Мы знаем, какая непростая ситуация здесь. Часть вашей страны до сих пор находится под оккупацией, и справляться с этим, одновременно продолжая реформы, непросто. Львовскую исправительную колонию выставили на приватизацию. Фонд государственного имущества планирует передать ее в частные руки более чем за 130 миллионов гривен. Колония не работает с позапрошлого года. Это второй такой объект, который Минюст и фонд госимущества выставили на аукцион. Первым стал Ирпенский исправительный центр в Киевской области. Как сказал министр юстиции Денис Малюсько, всего в этом году выставят на продажу от 4 до 8 колоний. Речь идет о совокупной площади около 13 гектаров в пределах Львова. Спрос ожидаем огромный, потому что здесь можно построить не только жилую недвижимость, но и инфраструктурную. Поэтому, пожалуйста, собирайте свои деньги и покупайте прекрасные объекты пенитенциарной системы. 200 миллионов долларов на модернизацию украинских вузов. Такой кредит даст Всемирный банк. За эти деньги в течение пяти лет закупят лаборатории, отремонтируют здания университетов и обеспечат цифровую инфраструктуру. Для дистанционного обучения. Почти полторы тысячи ребят из оккупированного Крыма и неподконтрольных Киеву территорий Донецкой и Луганской областей стали студентами украинских вузов в 2020. Документы оформляли с помощью образовательных центров Донбасс-Украина и Крым-Украина. В Харькове такие офисы есть при 20 институтах и университетах. Подробнее об условиях поступления наш корреспондент Наталья Белокудря. Руслан Черепанов семь лет назад вместе с родителями переехал из Первомайско-Луганской области в Харьков. Тут заканчивает школу и активно готовится к поступлению в вуз. Каждый день мониторит сайты образовательных центров. Есть еще сайт, называется ЗНО. Там можно готовиться и всякие новости читать. А здесь должно прийти сообщение, что вам такого-то числа будет ЗНО. И лист запрошения на ЗНО. Руслан говорит, еще точно не определился, в какой из харьковских вузов подаст документы. В школе он претендент на серебряную медаль. Считает, у него есть шанс поступить на бюджет. У меня есть предположения, это или медицина, или информатика. Мне очень нравятся вот эти две стези. Думаю, если получится, то хотел бы воспользоваться льготами, так как мало мест бюджетных. И если есть возможность, почему бы и не воспользоваться. Папа Руслана, Олег Черепанов, уверен, сын сможет успешно сдать ВНО вместе со всеми выпускниками на общих основаниях. Так как мы здесь уже 7 лет, я так понял, мы будем поступать на общих основаниях. Да, ну, вот так. Как вы считаете, это справедливо? Справедливо, наверное. Почему не справедливо? Мы уже здесь 8-й год и освоились больше, чем те люди, которые приедут в этом году. Чтобы поступить в вуз, выпускники из оккупированного Крыма и временно неподконтрольных Киеву территории Донецкой и Луганской областей могут воспользоваться помощью образовательных центров «Донбасс-Украина» и «Крым-Украина». Они действуют при 20-ти харьковских вузах. К нам могут поступать лица с временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской области и с линией разграничения. Так называемая серая зона. То есть прописка в документах должна быть на тех территориях. Могут поступать без паспорта, имея лишь свидетельство о рождении. Мы здесь содействуем в получении украинского паспорта. Также могут поступать, не имея документа об образовании. В прошлом году в Харьковский национальный политехнический университет на бюджет поступило 150 ребят с оккупированных территорий. Еще 10 жителей Луганской и Донецкой областей учатся на контрактной основе. Если у них получается сдать ЗНО, все, или хотя бы одно ЗНО, как бы они сдают, это хорошо. Те, не хватающие ЗНО, которые не получилось выехать, они могут сдать вступительный экзамен. Они приезжают, сдают вступительный экзамен и здесь у нас. Причем мы учитываем максимально возможности, мы их не подвязываем к определенным датам. А вот собралась группка, один-два человека, организуется комиссия и они сдают экзамен. В этом году образовательные центры Донбасс-Украина и Крым-Украина откроются 7 июня. Пока же абитуриенты могут получить консультации по телефону и в соцсетях, рассказывают сотрудники центров. Наталья Белокудря, Андрей Домовой, Новости Украины. Активность вулкана Пакаев в Гватемале резко возросла. Столбы пепла и газов достигают высоты 3,5 тысяч метров над уровнем моря. Пепел засыпает некоторые населенные пункты, наносит вред плантациям и угрожает местным общинам. Извержение вулкана началось более месяца назад. Постоянное обновление новостей на сайте нашего канала. Также присоединяйтесь к нам в социальных сетях. А вечером смотрите новости Украины со Светланой Леонтьевой. Редактор субтитров А.Семкин